Доброе утро. Доброе. Здесь в России не распространено имя, фамилия, но мир еврейский и мир еврейского юмора есть очень известная личность, такой польский еврей, галлицианский, которая называется Гершене Острополя. Естественно, что эта фигура играет большую роль в местечке, в типичном местечке Восточной Европы, в которой обычно очень бедная и очень религиозная. И, ну, можно полагать, что потом Шалмалихин написал свои книги на это основание еврейских штатов с юмором. Говорят, что Острополя и его мама готовила ему завтрак, и была очень бедная семья, значит, только была селедка, но тоже селедка была только одна. Значит, мама взяла голову селедкой и хвост селедкой, поставила в место, говорит, вот, Острополя, вот твой завтрак, вот твоя селедка. Ну, как же это слышно? Пошел, говорит, я должен молиться до завтра. В зал седу говорит, адон Олам Ашер Малах, теперь молите, потом, в Айом Ауи Яшем Ехад Ушмой Ехад. И его мама спрашивает, ну, ты так быстро молиться? Соговорит, моя молитка, как это селедка? Если только начало, только конца, адон Олам Ашер Малах, в Айом Ауи Яшем Ехад Ушмой Ехад. Интересно, что говорит Аллаха в отношении человека, чтобы опаздывать. Я знаю, что с нами это никогда не случилось, никогда не будет случиться. Хасу шалюм, хасу халила. Что будет, если человек опаздывает в синагогу? Какие? И он заходит в синагогу во время псевдетной земли. Что он должен, что надо говорить, и что не надо говорить? Значит, говорит просто, что надо говорить, естественно, первое богословение Бау-Шаама. И надо говорить богословение после Бау-Шаама. Это апостол Пскеда Зимра и Штабах. В Садине, если есть очень мало времени, пусть говорит Ашраё Шеветеха. Если еще больше времени, пусть говорит все остальные халилюка до боевых Давида. И если нет, тогда главным являются Галилуэ Ташамин Ашамай, Малилуэ Хельбекучо и так далее, и так далее. Значит, человек должен, по идее, прийти вовремя с небу. Если пришел, тогда надо выбрать главный момент, который есть у нас в Пскеде Зимра, главный псалм, который является Ашрей и так далее. Но, окей, человек это говорил, и мы сейчас закончили молитву. Что надо сделать сейчас? Надо повторить, что мы пропустили, или не надо повторить, что мы пропустили? Это большой спор, большой вопрос. Есть, которые говорят, что надо говорить, естественно, без богословения, без Бау-Шама. Если человек даже пропустили, то нельзя говорить, поскольку эти богословения, это только как подготовка для тфила. Раз ты закончил тфила, нет смысла говорить эти богословения. Вопрос, если говорить просто эти псалми, без богословения, здесь вопрос. Каббалисты говорят нет, другие говорят тоже нет. Бах и другие, есть, которые говорят, что надо повторить. И Аруха Жухан, после Калахана Маосе, шеф ве Алтасе. Если есть вопросы, что-то сделать или не сделать, лучше ничего не сделать. Поэтому, и Аруха Жухан еще добавит такой момент, очень интересно. Смотри, насколько важно тфила Бецибу. Смотри, насколько важно молиться с общиной вместе. Лучше пропустить все эти богословения, Бау-Шама, Иштабах, Ипсепс, Кредизумра. Лучше это пропустить, но только что молиться вместе с Цибуром с общиной. И здесь я хотел добавить момент, который очень важен для продолжения изучения законной молитвы. Тфила Бецибу молиться с общиной вместе. Мы имеем в виду начинание суммана изроя вместе с общиной. Это значит тфила Бецибу. Естественно, что есть другие элементы, есть моменты, которые только говорят в общине. Кадош, душа, прохват, и так далее, и так далее. Это тоже элементы Тфила Бецибу, но главный элемент Тфила Бецибу начинать суммана изроя вместе с общиной вместе. И поэтому лучше пропустить и сократить молитвы до этого, когда человек заходит в свое время, только что молиться в общине вместе, поскольку цвила в Цибу, цвила с общиной имеет совершенно другой уровень.